Реконструкция исторической одежды – дело ответственное и очень сложное, но кафедра конструирования швейных изделий Ивановского политеха – любая задача по плечу. Сейчас здесь занимаются созданием коллекции «Купеческая кинишма». В этих моделях в городке на Волге будут встречать пассажиров первого теплохода, который 7 мая причалит к берегу. Первые туристы, которые сойдут на Кинишемскую пристань, они увидят людей, и мужчин, и женщин из той купеческой кинишмы времен Александра Николаевича Островского, которые носили вот эти жилеты, вот эти поддевки, вот эти сюртюки, вот эти платья. То есть люди смогут окунуться в ту атмосферу, которая царила в то время, возможно, на пристани города Кинишмы. Ответственную работу возложили на магистров первого курса, которые с огромным удовольствием взялись за углубленное изучение истории костюма начала 20 века, подбирали фотографии и книги, разобрались в особенностях старинного кроя. Раньше не было особых чертежей, поэтому крой был прямой. То есть были тканые полотна и вырезались из прямогонечков. Это как бы упрощало задачу, но достаточно хорошо сидит на обычной фигуре. И даже сейчас, мне кажется, из-за того, что старина сейчас входит в моду, оно будет интересно и в нынешнее время. Непростым в процессе работы оказался и вопрос, какой именно материал лучше использовать для реконструкции одежды. Многие ткани были просто исключены. В частности, вот эти, которые на первый взгляд вроде бы напоминают чем-то набивку, историческую набивку того времени, они были заменены на другой материал. Коллекция будет состоять из пяти моделей исторических костюмов – трех женских и двух мужских. Одежда парадная, все-таки прибытие в город первого теплохода с туристами – событие значимое для всей области. И встретить гостей нужно как подобает. Историческая одежда придется как раз кстати. Это очень востребованное направление в настоящее время, потому что интерес к российской культуре, к российской истории, возрождение духовных скрепов, они очень важны для всего нашего общества. А наша Ивановская область является такой вот уникальный район, где вот есть сосредоточие самых разных культур. Это из севера, это из юга, поэтому вот костюм Иванова Вознесенска, вот бывшей части Владимирской губернии, очень интересен. Чтобы актеры в исторической одежде чувствовали себя комфортно, ее создатели учли особенности телосложения современных людей и пошли на маленькие хитрости. Не нарушая основных принципов аутентичности, постарались сделать один и тот же костюм удобным для разных людей. Так на юбках появятся незаметные запахи, а в брюках – резинки. Максим Серебряков, Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иванова.